Приветствую вас! Поправьте меня, если я ошибаюсь, но проблема с вашей мамой началась не с вашего парня, и не с того, что вы начали жить своей личной жизнью, по сути дела. Как я понял, из вашего предпоследнего абзаца, что вы не можете жить в доме, где всегда ссоры и скандалы. То есть получается, что ссоры и скандалы возникли еще до парня. Ну, по крайней мере, так вытекает из вашего текста. И если я прав, то тогда, во-первых, это причины, по которым эти ссоры возникают. Это понимание позиции вашей мамы, почему она так себя ведет. То есть, почему она вообще устраивает ссоры и скандалы, где ваш отец, какие у нее отношения с отцом и так далее. Это во-первых. Во-вторых, позиция вашей мамы по поводу вашей личной жизни, то есть она считает, что раз вы живете у нее, то вы должны, получается, соблюдать ее условия. А условия такие, что вы не встречаетесь с ее парнем, то есть с вашим парнем. Почему у нее такие условия, что вы не встречаетесь с парнем, чтобы жить с ней? Почему ей не нравится ваш парень? Может быть, у вашей мамы есть какие-то критерии для этого? Может быть, у вашей мамы есть какие-то проблемы? Может быть, ваша мама чего-то боится? Может быть, она пытается таким образом что-то до вас донести? Вы постарайтесь в этот момент подумать, прежде чем выбирать? Потому что ваша мама не права в том, что она ставит вас перед таким выбором. Конечно. С другой стороны, по другой стороне, если у вас дома происходят ссоры, и ссоры происходят как бы на постоянной основе, и вы говорите, что я не смогу больше жить в доме, где постоянно ссоры и скандалы, то уходить из этого дома, конечно, нужно. Да. Но вопрос в другом. Куда вы пойдете? Вопрос в другом. Что вы получите? Вопрос в другом. Собственно говоря, как у вас будет складываться жизнь? Это вот, согласитесь, совсем другая ситуация, совсем другая история. Поэтому, давайте все-таки сперва постараемся понять, что у вашей мамы за проблемы. Какие у вашей мамы проблемы? Что ваша мама пытается донести вам через данную ситуацию? Это первое. Второе. Если вы уходите к парню, допустим, если вы уходите к парню, то, соответственно, необходимо вам в первую очередь определить, куда вы уходите. То есть, уходите ли вы к парню или уходите вы из дома. Это разные вещи. Если уходите из дома, то вы ставите вопрос, как бы именно так, что я именно уходю из дома. Я не уходю к парню. Я уходю из дома. Не ради парня. Ради себя. Я уходю из дома ради себя. Вот и нужно подумать вам об этом. То есть, я имею в виду, что вы решаете быть вам зависимой теперь от собственного парня, быть вам зависимой от парня. Или все-таки вы будете как-то стремиться к собственной независимости. Тоже очень важный момент. Потому что, а если одна зависимость сменит другую зависимость, то, по сути дела, там у вас прироста в комфорте жизни будет не так много, как хотелось бы. Поэтому постарайтесь этот момент точно для себя определить, постарайтесь этот момент точно для себя как-то вот продумать. Потому что это необходимо вам. Если вы хотите, если вы хотите, чтобы у вас все было в порядке, то нужно начинать жить независимо. Независимо. Просто независимо, то есть так, чтобы вы больше не зависели от кого-либо, не важно от своей мамы, не важно от парня и так далее. Важно, чтобы у вас не было зависимости вообще. Вот это то, что вам следует для себя понять. Это то, что следует вам для себя определить, чего вы захотите. Если проблемы с вашей мамой давно, соответственно, нужно попробовать решить как-то эти проблемы. Можно их решить, эти проблемы. При желании, конечно, можно решить эти проблемы. Если же ваши проблемы не только с парнем, а вообще, соответственно, здесь ситуация куда более сложнее. И если ваша мама имеет, например, застаревшие обиды, допустим, на вас, или просто не готова идти на компромисс, то наше время пришло. И лучше будет, если вы отделитесь от нее сейчас. Это хороший для вас повод. Но решать только вам этот вопрос. Слишком мало информации вы даете для таких серьезных вещей. Заверяете ли вы парню? Готов ли он вас принять? Готовы ли родители его принять? И так далее. Готовы ли его родители вас принять? На каких условиях? Как вы будете действовать? И так далее. Тут тоже все нужно рассмотреть. Поэтому я думаю, что, во-первых, ваша мама выгнать, выгнать вас из вашей же квартиры права не имеет. И вы там, скорее всего, прописаны. Вот. И, соответственно, она не имеет права этого сделать. И вы свои правы должны отстаивать здесь, что это ваша квартира, и что вы будете мне жить. Но, если вы говорите, что я не могу больше жить в доме, где я всегда в ссоре, то решайте для себя вопрос самостоятельности. То есть, попробуйте взять у друзей своих немного денег в долг, снимите комнату, квартиру, ну, лучше, наверное, комнату, это будет подешевле. Вы можете в срочном порядке устраивайтесь на работу. Если вы учите в университете, то учебу и работу можно совмещать. Ну, многие люди это делают. И вы сможете. И начинайте быстро настоятельно. Парни переезжать, это, мне кажется, в данном случае совершенно не вариант. Вам нужно быть именно независимой. А так парень может начать вами манипулировать. Вот. Подумьте, пожалуйста, об этом. То есть, вопрос выбора здесь не стоит. Если мама вас угощает, если вы не готовы жить, если она не идет на компромисс, не идет на диалог, вам нужно жить отдельно. Не с парнем, а отдельно. И вопрос в том, готовы ли вы это сделать. То есть, уберите парня. Уберите парня из своего письма. Вот просто. Перечитайте еще раз свой текст. Только исключите парня. Без парня перечитайте текст, как бы вы поступили. Вот. И так вам и нужно будет сделать. Потому что парень на данном этапе, даже если вы встречаетесь с ним второй год, все равно это человек, который окажется перед слишком большим искушением вами манипулировать. Потому что он будет знать, что вам некуда идти. Он будет знать, что мама вас выгнала, выгнала. Это не хорошо для отношений. Зависимо. Кроме того, там есть родители, с которыми вы еще неизвестно в каких отношениях. Вот. Так что, думаю, вот именно в таком ключе вам нужно будет мыслить. Если вы перечитаете свое письмо без парня и решите, что уходить из дома вы не собираетесь, то есть вы не стали бы этого делать. Вы не считаете, что пора жить отдельно. Вот тогда, вот тогда, я думаю, не стоит перенять и парня тоже. А если что считаете, значит, тогда действуйте так. Я сказал, решайте, начинайте жить отдельно, с парнем встречайте, так же, как встречали. Пусть это его простимулирует на то, чтобы вы быстрее становитесь самостоятельным. Самостоятельным. Вот. Но не стоит. Не стоит менять одну зависимость на другую. Поверьте вас, это не сделать счастливой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.